Аниме получилось более такой сёны на превозмогательной направленности. Всем привет, это Кейкей. Я начала читать мангу, когда она только стала выходить, ну, вернее, её английский перевод, и она сразу же привлекла моё внимание. Но вот когда я услышала об экранизации, у меня возникли некоторые сомнения, потому что это не то произведение, которое нуждается в анимации. Я Торо Ягучи всегда подстраивался под окружающих, был немного хулиганом, при этом хорошо учился, но его никогда ничего по-настоящему не увлекало. Всё оказалось ему скучным, пока он не увидел картину Мори из клуба рисования. И тогда Ягучи понял, чем по-настоящему хочет заниматься. Вот только до этого момента он никогда всерьёз не рисовал, а тем более скоро ему выпускаться из старшей школы и поступать в университет. Денег у его семьи немного, поэтому, чтобы поступить в художественное, ему придётся очень многому научиться. Графон здесь спорный. Мне, в общем, нравится, как переселена, например, стилизация, но вот в остальном... Анимация местами топорная. Иногда у меня было ощущение, что видно только какие-то ключевые кадры. Кривоватые общие планы, да и крупные не особо впечатляют. Плюс некоторый контраст мягких фонов и чёткого лайна персонажей всё же бросается в глаза. Можно было хотя бы некоторые моменты сделать получше, чем все остальные. В манге было достаточно много выразительных ракурсов, яркое изображение эмоций, а также цветные странички. В аниме же понятно, что с цветом всё более-менее нормально, у нас уже давно не было чёрно-белых тайтлов, но всё же для аниме про искусство не очень хорошо. А вот осты отличные. Опиик немного суетливый, но он как бы показывает постоянный мыслительный процесс главного героя. Мне нравятся басы клавишные в нём. Плюс разные стили в визуале неплохо подходят этому аниме. Эндинг более спокойный, но не менее ритмичный. Видеоряд проще, но арты всё же очаровательные. Ну и бэки здесь на удивление увлекательные. Несмотря на то, что я не люблю, когда бэков много, но здесь некоторые были действительно цепляющими и неожиданными. На мой взгляд, на данный момент это практически лучший тайтл про искусство. Ну, а вернее, про его изучение. Здесь есть информация про разные техники, объяснения про композицию и другие базовые вещи для художников. В манге, конечно, чуть больше и нагляднее, в аниме меньше. Но не спешите расходиться, если вы не увлекаетесь рисованием, потому что, кроме этого, данный тайтл научит вас немного понимать искусство, без особого элитизма и предвзятости. Хотя, наверное, сложно назвать это полностью без предвзятости. Ну и в целом, всё это понимание будет, если только вы умеете фильтровать информацию. Потому что в остальном здесь очень много романтизации. Но начнём с хорошего. Есть здесь персонажи, которым я верю, в плане написания картин, конечно же. Например, Мори. Да, её здесь мало, но мы знаем, что рисованием она занимается достаточно долго, и поступление в художественный университет всегда было её целью. Если мы говорим про первую её работу, которую нам показывают, мы видим, что Мори пишет её достаточно долго. Тахахаси здесь максимально претенциозен, но всё же мы знаем, что он одарённый, да и рисование для него чуть ли не является всем смыслом его жизни. Или, например, Маки, у которой вся семья художники, и с ней, в принципе, тоже всё понятно. А вот главному герою я здесь верю не особо. Нам говорят, что у него нет таланта, но он очень усердный. И всё бы было хорошо, если бы он практиковался, ну, года два, наверное, а не как в аниме он выучил большую часть за один год. Да, нужно признать, что этот год он очень много рисовал, даже больше, наверное, чем другие студенты. Но всё же практики в целом у него меньше, чем у других. Ну и база практически отсутствует, в отличие от других студентов подготовительных курсов, например. Другой момент с неверью – это очень много разговоров про собственный стиль. Да, в контексте становления художника, поиск собственного стиля – тема совершенно нормальная и уместная. Но здесь у нас цель поступить в универс очень высокой конкуренции. А для этого, в первую очередь, всё же нужна хорошая академическая база. Ну или другая сторона – нужен огромный талант, которого, как нам часто напоминают, у главного героя, опять же, нет. У него есть только усердие. Но я напомню, что кроме главного героя, здесь есть и другие персонажи, которым, опять же, я больше верю. Рюдио и Кава – одноклассник Яготи. Начнём, наверное, с очевидного. Кава – это парень, которому нравится носить женскую одежду. Да, мы можем, сколько угодно, говорить, что у одежды нет гендера, но всё же в контексте данного аниме важно это отметить. Из-за этого у Аюкавы конфликт с родителями, да и личную жизнь ему сложно устроить. В аниме вначале его получилось меньше, чем в манге, поэтому не настолько заметен контраст внешне весёлого и увлечённого рисованием непосредственного Аюкавы и запутавшегося Аюджи, которому сложно принять себя и который не может понять свой стиль и нравится ли ему рисовать вообще. Внутренний конфликт Юджи – это в каком-то смысле и отражение одного из конфликтов в Яготи в плане нахождения себя и своего стиля. Маки Кувана из семьи художников. Её старшая сестра всегда была лучшая и поступила в художественный универ с первого раза, поэтому Маки чувствует давление, хотя оно, наверное, больше внутреннее, чем какие-то ожидания от других людей. Тем не менее, многие замечают её талант, и в подготовительной школе, например, она занимает первое место. Но нужно сказать, что для неё это нехорошо, ведь есть поверье, что занявшие первое место проваливают экзамен. Она одна из противоположностей главного героя. Другая его противоположность – это Йотаски Такахаси, тихий, но очень талантливый ученик. Рисование – это единственное, что у него хорошо получается, поэтому он злится и немного завидует Яготи, который так внезапно решил заняться искусством, хотя у него отлично получается и всё остальное. На этих персонажах и их внутренних конфликтах здесь основной фокус, ну, после Яготи, конечно, потому что в каком-то смысле каждый из этих героев является отражением главного героя. Другой момент, который мне нравится, это то, как показаны отношения в семье. У Яготи семья небогатая, и родители хотели бы, чтобы он выбрал университет менее рискованного направления и менее дорогой. Но, тем не менее, родители Яготи его поддерживают. И мне нравится, что в аниме в целом не так уж плохо показали переход его матери от отрицания до принятия выбора сына. Хотя в манге это немного лучше раскрывается с финансовой стороны, потому что писать маслом дорого. В противоположность, у нас есть семья Рюти. По крайней мере, деньги на материалы и обучение они не жалеют. Но вот только то, что их сын одевается в женскую одежду, им не нравится. Они это терпят только с тем условием, что Рюджи будет заниматься японской живописью, как его бабушка. Это для Юкавы одна сторона давления. Другая – это в целом сама бабушка, которая занималась японской живописью, которая является единственным человеком, поддерживающим Рюджи. И поэтому он решает, что хочет поступать именно на это направление, выражая таким образом свою признательность и благодарность бабушке. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы тема семьи и этих конфликтов была раскрыта чуть больше. Но ни в аниме, ни в манге этого глубже не касаются. Вообще, если сравнивать аниме и мангу, то очень легко заметить, что многие сцены вырезали. Поменялся ли от этого смысл? Наверное, нет. Но поменялось восприятие времени и персонажей. Как я уже упомнила ранее, в начале получилось чуть меньше Юкавы, плюс нет небольшой сцены с Такахаси, где после представления прекрасного рисунка Бюста он показывает не такую впечатляющую работу маслом. После этого Такахаси кажется Ягучи менее недосягаемой, и тот решает с ним заговорить. Плюс нам в этот момент показывают Маки и её сильные стороны. Но мне нравится, что в аниме получилось больше моря. Всё же она очаровательна. Аниме получилось более такой сцены на превозмогательной направленности, где главные герои, приложив большие усилия и найдя себя, решают поступить в универ. И если отбросить все неверия, вышло весьма вдохновляюще. Но я не думаю, что большинство аниме вы ради реализма смотрите. Иногда нужно что-то такое волшебное в жизни. Но если вам хочется чего-то более информативного в плане информации по рисованию, например, или хочется погрузиться больше в мысли героев, то добро пожаловать в мангу, конечно же. Визуальное повествование в манге лучше, чем в аниме. Да, есть моменты уж слишком пафосные. Но, наверное, этого я и жду от фикшена, какой бы повседневностью это не было. Также в манге больше объяснено каких-то технических вещей, технических моментов. И таким образом нам понятнее, что Ягучи уже знает и чему ему предстоит научиться. Из-за этого повествование в манге кажется не таким спешным. В аниме же, кажется, больше пытались сконцентрироваться на персонажах и их отношениях. Поэтому объяснения какой-то технической части здесь не так много, и оно немного более урезанное. А с другой стороны, кажется, что вообще ничего не пытались. И вроде не так всё плохо. Это весьма вдохновляющее произведение, опять же. Но не очень захватывающее. С другой стороны, если вам совсем не нравится повседневность, то вас и манга, наверное, не захватит. Но манга мне всё-таки показалась более визуально привлекательной. Хотя бы это. От Нетрикса всё же ожидалось больше чего-то визуально интересного. Если мы говорим, например, про оригиналы, которые там выходили, мне было их прямо приятно смотреть. Именно сам процесс смотрения. Это же немного разочаровывающе. Может быть, на каких-то других условиях просто это всё выходило. Просто вы купили на него права. Но грустновато. И, как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моём следующем видео. Пока-пока. Ну, а если вам хочется чего-то более информативного в плане информации по рисованию... Субтитры создавал DimaTorzok